Байкер-блокнот – золотой запас. Речь не о мотоциклистах и не о золотых приисках, а о настоящих орловских рысаках. А это их запоминающиеся клички. На круге Барнаульского ипподрома семь пар соревнуются в резвости и скорости. Дистанцию в 1600 метров покоряют мастер-наездник из советского района Александр Неверов и его 9-летний товарищ Иван Калита. Бойцовский характер лошади, высококлассная техника наездника – такова формула победы, говорят спортсмены. Без лошадей зрителей побед свою жизнь они представить уже не могут, но тренироваться могут только в теплое время года. Сибирский климат суровый – это единственная возможность наверстать тренировки и, наконец, на радость зрителям пуститься в бега. Мы вообще на скачке первый раз. Мы, кстати, сделали ставки, выиграли. 5 из 5. Вот моя супруга, у нее, как говорится, новичкам везет. А почему лошади нравятся? Я родился в год лошади. Поэтому лошади очень сильно люблю. Лошадь с человеком находится очень давно. И когда-то она была главной движущей силой и самым главным двигателем прогресса. Это было и грузовое средство, и это скоростное средство было. Другого ничего не было. Поэтому, наверное, где-то у нас глубоко в генах сидит все-таки любовь к этому животному, которое было с нами много веков. В первых стартах сезона соревнуются спортсмены из самых разных регионов Сибири – Алтайского края, Кемерово и Новосибирской области. Всего 40 спортивных пар, которые уносят с собой не только приз зрительских симпатий. Призовые суммы – это 50-60 тысяч рублей. В начале сезона разыгрываются чуть меньше стоимости призы. И по нарастающей в течение всего лета они у нас увеличатся до 500 тысяч. Кубка губернатора. Впереди четыре массовых мероприятия, когда все трибуны будут переполнены. Это и фестиваль Орловского рассака, и Кубок губернатора, на который съедутся лучшие наездники со всей Сибири, чтобы устроить жаркую гонку. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.